Всем привет! Это четвертый день. Не успел я только проснуться, включить свой телефон, как уже в сообщениях я увидел тупые вопросы. Причем от таких пиздец жиробасов, что просто в игнор я уже задолбался кидать. Очередной раз у меня спросили, просрался ли я, правда ли я сижу на спортивном питании, что все мои мышцы отвалятся, что я не получаю то количество, которое мне надо, что желудок у меня скоро вообще просто выйдет сам и скажет, типа, давай пока. Хочу всем сказать, сижу я на спортивном питании, реально, здесь нет ничего такого. Единственная проблема, которая у меня была в сдутие, все, я ее решил, это клетчатка. Сейчас даже покажу. Блин, купил я ее в окее, есть хотя и спортивное питание, но, как я узнал, оказывается, их в Астрахани толком не найти. Вот такую вот клетчатку я пью, она стоит около 120 рублей в окее. Она очень хорошо помогает, просто после каждого приема гейнера или протеина я просто выпиваю ложку клетчатки. С обменом веществ у меня все нормально, не сильно не залило меня, как некоторые говорят, из-за того, что сахар, кстати, на удивление. Потом, что еще хочу сказать, все одно и то же пишут, что вот я высру свои кишки, высру свои кишки, силовые у меня упадут, то-то. Как у меня может упасть, если в моем сейчас рационе выходит почти 350 грамм белка и где-то 350 грамм, причем углеводов. Конечно, там быстрая дохера, но все равно. У меня идет 50 на 50, у меня дохерища просто всего, чего надо моему организму. Жиры? Жиры я использую, я журу омега-3, клетчатка у меня тоже есть. Как бы все, что мне надо в моем рационе у меня есть. Да, есть не геморрой, что я пью, но да, за йогу пить, но какая разница, можно попить. Да, охота очень чего-нибудь соленого, сладкое, надоело, но я себя чувствую комфортно и хорошо. Почему мне даже быть плохо? Перед этим экспериментом я спросил у Руслана Халецкого. Тот, кто не знает только Руслан Халецкий, это генеральный директор Genetic Lab. Вот, и как бы я не очень люблю эту продукцию, может быть, но мужик он стоящий, он дохера что знает, как бы. И я перед этим у него спросил, можно ли так просидеть. И он сам мне ответил, что бывает по 10 раз в день пьет протеин, а то и больше, потому что не успевает по времени. Он не успевает и жрать, потому что он занятой человек, и протеин это прям охеренная тема, чтобы заменить пищу. Да, каждый божий день нельзя есть протеины, генеры, и это все бред. Самый главный источник белков, углеводов и жиров у вас должна быть еда. Спортивное питание это чисто добавка, но это лишь на одну неделю, и больше, естественно, я в жизни так не сделаю. Потом я и поинтересовался у врачей. У меня занимаются мои клиенты, врачи, и многие из них меня проконсультировали, что со мной будет. Ничего не будет. Это лишь концентрат сывороточного белка. Блин, это лист абсолютно молоко в порошке. Вы сейчас люди, которые вот это мне все пишут, что я там чуть ли не сдохну и все остальное. Да вы сами жрете сосиски, наверное, шаурму какую-нибудь, бигмаки, цезарь и вот эту всю хрень. Это в 10 раз хуже. Честно, я лучше буду неделю сидеть на спортпите, чем я, например, неделю буду на бигмаках жить. Потому что там намного гадостей намного больше. Любая еда, которая уже готовая, продается, замороженная или еще какая-то, там говно. Просто прочитайте, там одни консерванты, там одни красители, их больше ничего нет. И прочитайте просто спортивное питание, любое. Там немного сах-заменителя в некоторых, чтобы сахара не было. Потому что, ну, не все могут как бы питаться сахаром, потому что у некоторых сушка или еще что-то. Белок, мальтедекстерин как бы, все, там как бы ничего такого нет. Там чистый продукт, который реально делается с качеством. У нас всего завода три во всем мире делает, наверное, концентрации роточного белка. И поверьте, она там делается с качеством, там проверено все, там ученые работают. И ничего такого здесь не будет. Так что, кто мне пишет, что у меня отвалятся там кишки или еще что-то, идите дальше, жрите бигмакы. Жрите сосиски какие-нибудь и жрите всякую гадость. А я буду дальше еще три дня питаться спортивным питанием. А сегодня вечером я еще запишу маленькую тренировку, покажу, что нормально все прет. Пам будет хороший, венозность тоже будет хорошая. А то меня спрашивают, пропала ли у меня венозность. Ну вот, сегодня тренировка рук у меня будет легкая. Заодно и посмотрим. Так что, до вечера. Всем привет. Вот четвертый день. Тренировка рук у меня прошла вроде бы нормально. Сейчас, конечно, я залитый. Что могу сказать? С молочкой я справился. Мне посоветовали побольше л-карнитина класть перед тренировкой. Примерно 30 миллиграмм. И после этого проблема с молочкой ушла. Забитности такой уже не было. Потом, что я еще хочу сказать. Желудком все нормально вроде бы. Так что, все хейтеры, которые говорили, что ее сдохнули, у меня отвалятся кишки, все со мной нормально. Потому что этот вопрос очень часто мне задают в зале. Я себя чувствую безупречно. Так что, ждем завтрашнего дня. И посмотрим, что будет дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!